Интересные у нас идут по годам, слушатели, потому что у всех вас, все трое, у вас всех год в сумме дает девяточку. А девятка это служение миру, а любовь ко всему всегда. Ну это так, к слову, как бы интересно. И это один из очень важных кругов по жизни, который определяет вторую половину вашей жизни. Мы сейчас анализируем показатель достатка в бизнесе и в работе. Ага, здесь будет у Эдуарда, его показателем успеха в бизнесе и в работе является 18 дробь 9. Ну то есть девяточка, которая должна обязательно опираться на единичку и на восьмерку. Я так записываю этот показатель, 18 дробь 9. Главная цифра это девятка. Поэтому сейчас мы охарактеризуем девяточку и для Эдуарда станет понятно, от чего зависит его успех в бизнесе, в работе и его достаток. Что девятка, кстати видите, я вспомнил даже, что у всех троих девятка в году рождения присутствует. Девятка это энергия тепленности, сострадания, служения миру. То есть когда не важно, что я делаю, я это делаю для того, чтобы этот мир стал лучше. Чтобы сделать этот мир лучше и чтобы людям в этом мире стало жить лучше. Девятка это энергия миссионера. Ну который, естественно, не забывает о себе, но я о себе думаю во вторую, в третью, в четвертую, в пятую очередь. А на первом месте у меня осознание того, что вот я живу для того, чтобы сделать этот мир лучше. Ну если этот мир будет становиться лучше в результате моей деятельности, то я же первый от этого выиграю. Я же в этом мире нахожусь, да. Поэтому служение миру, любовь ко всем и всегда. Ко всем и всегда означает, что если у человека задача по девятке, он должен быть готов к тому, что на его благодеяние. А девяточка означает также забота о благе других. На его благодеяние в начале многие люди будут отвечать, как так называется, черной неблагодарностью. Ну то есть я как бы люблю приводить пример, иду по улице, смотрю, сидит бомж, просит милости. Ну я приличные деньги даю этому бомжику. И замечаю в этот момент, что он на меня смотрит, как на врага. В его взгляде я чувствую злобу, ненависть, желание меня уничтожить. Ну я сначала удивляюсь, потому что по факту это я благодетель. Я реально человеку даю приличные деньги. И обычно в такой ситуации другие люди благодарят. А этот проявляет агрессию. Потому что задача по девятке напрямую связана с агрессией. То есть если у вас в карте задача по девяточке, в данном случае матрицы личности, вы должны быть готовы к тому, что люди, по отношению к которым вы проявляете благодеяние, благо для которых вы совершаете, они вначале будут отвечать вам агрессией. Ну черная неблагодарность, так или иначе, в той или иной форме. Почему? Потому что оказывается перед вами стоит задача не просто что-то хорошее сделать для человека или для этого мира снаружи. А сделать так, чтобы человек рядом с вами в своем сердце поменялся. Чтобы у человека рядом с вами не только снаружи что-то хорошее появилось. Чтобы в его сердце любовь прибыла. Как я люблю говорить, что задача по девятке означает, что вам нужно будет учиться с людьми взаимодействовать так, чтобы их из агрессоров превращать в любящее создание. Потому что рядом с вами будут люди, которым в сердце очень сильно любви не хватает. И вы снаружи для них что-то хорошее делаете, да. А задачу-то до сих пор еще не решили. То есть в сердце человека любви от этого не прибавилось. И так как любви у человека в сердце не прибавилось, он на ваше благодеяние будет отвечать агрессией, ну черной неблагодарностью. Пока вы эту задачу не решите, то есть пока вы не найдете способ все-таки поделиться с ним энергией любви. И сделать так, чтобы из вас вышла эта энергия любви. Любовь – это энергия. Вошла в сердце этого человека. И когда эта энергия любви входит в сердце агрессора, у него пропадает желание проявлять агрессию. Это та задача, которая сейчас очень актуальна по жизни. Почему в мире агрессия нарастает? Потому что те, у кого в карте вот такие задачи по девятке, они с ним пока не справляются с этими задачами. Потому что если у нас задача по девятке, мы с людьми должны так взаимодействовать, чтобы они рядом с нами менялись. Сердца их менялись. И когда эта любовь пребывает в сердце агрессора, первое – у него пропадает желание управлять агрессией. Второе – ему хочется просить прощения у тех, кого он задел в своей агрессии. И третье – у него появляется идея, мысль, зачем этот мир разрушать, в своей агрессии. Его же можно созидать, этот мир. Его можно делать лучше. И человек вдохновляется также служить миру, как и вы. Это вот по тому, что достаток к Эдуарду будет приходить в результате того, что вокруг него агрессоры будут превращаться в любящие создания. Ну а как это по-настоящему делать, да, ну об этом я уже рассказываю, да, так сказать, в личном общении, да, когда ко мне приходят люди с соответствующим запросом, да. Вот, поэтому мы вас всех, естественно, будем направлять в этот проект замечательный, Сангейтс, да, и там вы можете получить уже конкретную консультацию, знать, как эту задачу мы по-настоящему решить, начать решать. Вот так. Поэтому непростая задача у Эдуарда. А вот вы сказали, что он опирается на 18, да? А, кстати, да, вот я здесь, да, да, это означает, что для того, чтобы он смог решить эту задачу и создавать вокруг себя атмосферу любви, что девятка – это необходимость создавать вокруг себя атмосферу, в которой люди наполняются энергией любви, да, и вот у них появляется желание внести агрессии этому миру служить. Вот это, и девяточка должна опираться на единичку и на восьмерку, потому что 18 – это две цифры, 1 и 8. Об единице мы говорили уже, то есть на его собственном целеустремленность, и способность или готовность ставить цель, идти к ней, достигать этой цели, неожидание такой поддержки, да, целеустремленности. Да, лидер, лидер, позиция лидера. И от восьмерки. А восьмерка в этой системе координат – это энергия мастерства. Когда что-то делаю, я по ходу дела, тут я вам состояние передаю, по ходу дела притормаживаю и проверяю, а нет ли у меня какой-то ошибочки. Сразу ищу, сразу и нахожу, сразу и исправляю. То есть мастерство – это не тогда, когда мы что-то делаем безупречно, не совершая ошибок. То есть, как я люблю говорить, мастер – это тот, кто не ошибается. Мастер – это тот, кто так быстро исправляет свои ошибки, что никто не успевает заметить, что они были. И поэтому на финише как бы совершенный результат. Восьмерка – это энергия успеха, мастерства, который человек достигает через управление, руководство, организацию, планирование финансов, через вот это мастерское управление, притягивая к себе богатство, власть, высокое положение силы, возможность управлять другими. И вкладывает все это в успех. Почему? Потому что он мастерски делает свое дело. Поэтому решение этой задачи по девятке должно опираться на способность быть лидером и мастером в своем деле. Спасибо. Спасибо. Спасибо.